Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня в России финальный день голосования по поправкам в Конституцию. По решению президента Владимира Путина он объявлен выходным. Свои голоса граждане страны отдавали на избирательных участков с 8.00 до 20.00 местного времени. И как сообщили в избиркоме, Карачаево-Черкесии по состоянию на 18 часов проголосовали 245 511 избирателей республики, что составляет более 83%. О том, как сегодня проходило голосование в одном из самых отдаленных уголков республики в поселке Медногорске у Рубского района, расскажет Али Баташев. На входе в 197-й избирательный участок каждому участнику голосования меряют температуру, выдают маску, перчатки и авторучку. Паспорт в руки не передается. Важно соблюдать социальную дистанцию на протяжении всего голосования. Исключений с правил нет. После необходимых процедур жительница поселка Медногорске Екатерина Таланова уверенно ставит галочку в выбранной графе и опускает бюллетень в прозрачную урну в присутствии наблюдателей и других лиц. Поправки определяют будущее страны. Это главная причина ее прихода на избирательный участок. У меня внучка растет. 10 лет внучке. Я хочу, чтобы она жила нормально. Хорошо, чтобы жила. Она учится, отличится. У меня молодец, хорошая девочка. Ну, конечно, не слушается и получает по заслугам. Но все равно я ее люблю. Я хочу, чтобы и дочка, и зять, чтобы все они и деньги получали хорошие. Дочка тоже больная. Ну, что сделаешь? Никуда не денешься такая. И хочу, чтобы было все хорошо и отлично. Поэтому я пришла сюда. На входе мы дезинфицируем руки, одеваем перчатки, одеваем маски, одеваем халаты. 25 июня находимся мы здесь каждый день. Никаких нарушений не было. Все меры предосторожности приняты. Жалоб со стороны голосующих тоже не было. Благодаря тому, что голосование проходило в течение 7 дней, на участке удалось избежать очередей и обеспечить каждому гражданину комфортные условия для реализации своего права голоса, отмечают наблюдатели. Али Баташев, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия, Урупский район. Сегодня в Карачаевском районе продолжилось выездное обслуживание избирателей, пожалуй, с самым высоким уровнем ответственности. На дому голосовали долгожители, трудом которых поднялась и заново отстроилась наша страна от послевоенной разрухи. Ахмат Халкечев продолжит. Выездное обслуживание ветеранов войны, труда, труженика тыла и просто пожилых людей, как и во всех муниципалитетах республики в Карачаевском районе, было организовано со стартом всероссийского плебисцита по поправкам в Конституцию. Только в одном селе Кастахи-Тагурово людей, которым в силу почтенного возраста очный визит в избирательный участок, нежелателен больше 30. Но, как нам всем известно, одной из отличительных черт старшего поколения является высокая гражданская ответственность. В организации данного процесса активное участие приняли и социальные работники, которые обращались в избирательные комиссии за своих подопечных. Комиссия, как положено, выезжала с соблюдением всех санитарных норм, которые были предписаны Роспотребнадзором. И обрабатывали помещения, и разовые ручки, маски, перчатки. Все предусматривалось для того, чтобы проголосовали. Вообще, сам бюллетень кладется в разовый пакет вместе с маской, ручкой, перчаткой. Ларисе Михайловне Козаева еще весной исполнилось 91 год. В будущее она смотрит с уверенным оптимизмом. Как минимум рассчитываю прожить еще до 100 лет, говорит женщина. А свой выбор сделала за благополучное будущее не только своей семьи, внуков, правнуков, но и в целом всей страны, говорит она. Я проголосовала за будущее своих внуков и правнуков. Хочу жить в достойной стране дальше. Желаю всем будущее здоровья и счастья. Ларисе Михайловне избирательная комиссия домой приходит впервые. Все предыдущие избирательные кампании свой гражданский долг долгожительницы, несмотря на свой почтенный возраст, выполняла на стационарных участках. Ну а в этом году родным удалось уговорить бабушку, чтобы она проголосовала дома. Отродна отметить, что долгожительница и в своей 91 в добром здравии и в крепкой памяти. В чем убедила нас и членов избирательной комиссии в великолепной декламации стихов своей боевой молодости. И если что, вместе в партизане бить Гитлера, пусть сдохнет сатана. На Русю не узнать точку. Синел одела и санитаркой в госпиталь пошла. А я не против, раз такое дело, сама сестра и в гражданскую была. Вдвойне примечательным этот день стал для семьи еще одной долгожительницы Таухани Османовна Чичханчиевой. Именно 1 июля она отмечает свой 110-й день рождения. Поздравить с юбилеем самую пожилую избирательницу района, помимо участников выездной избирательной комиссии, приехал и глава администрации Карачаевского района Спартак Кущетеров. Он также передал имениннице поздравительный адрес от президента Владимира Путина. Огромное вам спасибо за ваши поздравления. Дай Аллах дожить вам до моих лет, а лучше еще дольше. Всем желаю безмерного счастья, крепкого здоровья и успеха в ваших нелегких трудах. Они ждут, они ждали нас все, и они очень активно смотрят телевизор, читают газеты, они очень все грамотные. Идет голосование, они активно голосуют, конечно, они желают удачи нашему президенту. Таухани Османовна безо всякого привлечения истисла тех, кто своим героическим трудом приближал великую победу. Еще будучи совсем юной девочкой, она выполняла две взрослые нормы в период лихолетия войны и депортации. Таухани Османовна ковала нашу победу тяжелым катажным трудом, обеспечивая крепкий тыл нашей армии. Чтобы мощь и сила нашей Родины росла и приумножалась. Чтобы дети, которых мы сегодня растим и воспитываем, могли поистине гордиться страной, где они родились и живут. Ахмат Халкетчев, Расул Бердеев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевский район. В день общероссийского голосования на избирательные участки спешили самые разные люди. На избирательном участке номер 96 станицы Зенчукской были не только люди в погонах, казаки и стражи порядка. Сегодня выразить свое отношение к поправкам главному закону страны пришел православный священник. Благочинный православный к церкви Южного округа Карачаева-Черкесии Евгений Субтельный. Он проголосовал на своем избирательном участке. По его мнению, каждый гражданин страны не может оставаться в стороне при внесении изменений в Конституцию Российской Федерации. Как и любой гражданин нашего Отечества, я считаю, что выполнение гражданского долга – это обязанность, которую необходимо выполнять каждому. Мы живем в стране, единым народом, единой нацией. И когда человек отдает свой голос, это единение ощущается особенно. Принадлежность к своей стране, к своему государству, к своей родине. И вести из оперативного штаба Карачаева-Черкесии. На сегодня в Карачаевой-Черкесии выявлено 79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 3599. Из них выздоровели 1491 человек. 470 госпитализированы. МЧС информирует. Сегодня и завтра в республике ожидается сильный дождь. Возможны гроза, град, шквалистое усиление ветра до 23 метров в секунду. А сейчас прогноз погоды. А после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии переменная облачность. Вечером и во второй половине дня в горах местами кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура ночью плюс 12-17, а днем 29-34 выше нуля. А в горах ночью до плюс 11, а днем до плюс 26. Черкесский без осадков. Температура ночью 15-17, а днем 32-34 градусов тепла. Автовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте постельное белье, одеяло, диван-деки, скатерти, полотенца, халаты и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Наличный и безналичный расчет, а также кредит при покупке от 50 тысяч рублей скидка 5%. От 150 тысяч скидка 7,5%. Черкеска, улица Октябрьская, 321-Б, телефон 8-938-030-3050. Инстаграмм «Жасминэлиттекстиль09». Продолжаем выпуск. Голосование проходило с 25 июня. Это было сделано для того, чтобы обезопасить здоровье людей в период пандемии коронавируса. Граждане Крачево-Черкесии проявляли в эти дни довольно высокую активность. Поскольку процедура голосования растянута по времени, то никаких очередей на избирательных участках все эти дни не наблюдалось. Нормы социального дистанцирования и другие карантинные меры соблюдены. Выходные дни голосования по поправкам в Конституцию продолжалось столь же активно, как и в предыдущие дни. По данным избиркома, республики и граждане предпочитают голосовать на своих привычных избирательных участках, хотя и мобильные пункты тоже востребованы. Сегодня я пришел на голосование, чтобы выполнить свой гражданский долг. Конституция России касается напрямую каждого гражданина нашей страны. И поэтому, я думаю, что принять участие в голосовании должен каждый гражданин. Поэтому, наверное, для меня это значит, что мы принимаем участие в жизни своей страны, голосуя, озвучивая свое мнение или указывая свое мнение в бюллетене. Таким образом, мы принимаем участие в жизни своей страны. 25 июня по 1 июля на территории нашей страны проходит всероссийское голосование по праву в Конституцию Российской Федерации. Руководством нашей республики было создано условие для безопасного голосования, что дало возможность избирателям прийти и свободно проголосовать. Нам, избирателям, было дано несколько способов голосования. И, как говорится, право остается за избирателем. Для каждого гражданина Российской Федерации это наш долг – прийти, оставить свой выбор. И я считаю, в такой вот нелегкий сегодняшний период государство нашей страны позаботилось о сохранности нашего здоровья. На участках избирательной комиссии все используют средства индивидуальной защищенности. И я считаю, все-таки мы, как жители Карачаева Черкесской Республики, должны прийти, должны проголосовать, ну и, конечно же, оставить свой выбор. Избирательные участки с 25 июня республики работают в штатном режиме с соблюдением строгих санитарных требований. Помещения дезинфицируются два раза в день. Уже на входе каждому избирателю измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиком и выдают средства индивидуальной защиты. Также соблюдены нормы санитарного дистанцирования. Голосование проходит очень активно, люди идут, люди очень позитивно настроены. Ни одного скандала, ни одной какой-то конфликтной ситуации у нас еще не было. У нас полностью все соблюдаются санитарные нормы, обработка рук, дезинфекция, даже ног у нас, коврик при входе лежит. Если вы обратили внимание, измеряется каждому температура, выдается каждому перчатки, ручка и масочка. Если человек приходит без маски или кто просит новую, мы, соответственно, тоже даем новую ручку и маску, все полностью соблюдаем. В 15-й школе голосовал, все нормально. Проблем никаких. Только наше желание и все. На мой взгляд, есть какие-то неурядицы, есть кое-какие. Ну, в общем, нормально. Люди должны приходить и делать свой выбор? Конечно. Обслуживание хорошее. Перчатки одноразовые, маска, ручка даже. Вы сделали свой выбор? Да, конечно. И об изменениях, которые ждут россиян сегодняшнего дня. С 1 июля стартуют новые выплаты. Указ об этом на прошлой неделе подписал Владимир Путин. На каждого ребенка родители получат 10 тысяч рублей. Деньги перечислят автоматически на тот счет, на который направлялись предыдущие пособия. Еще одно новшество. Регионы смогут самостоятельно вводить специальный налоговый режим для самозанятых. Этот статус начинающие предприниматели теперь могут получить не с 18, а с 16 лет. С 1 июля услуги ЖКХ повысятся в среднем на 4%. Расширяется перечень товаров, которые подлежат обязательной цифровой маркировке. Правила коснутся лекарств, обуви и табака. Выявить подделку можно, проверив код на упаковке через сканеры или мобильные приложения. А также с сегодняшнего дня проиндексируют выплаты некоторым категориям пенсионеров. Это все вести. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Березка». Редактор субтитров А.Семкин